Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В Кирове начало второго. Добрый день. Да, это программа «Особое мнение». И своей точкой зрения на актуальные вещи и темы сегодня поделится общественник Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. С каким настроением, с какими чувствами заканчиваете год 2017? Да, в принципе... Радостно, весело, грустно, печально. Нет, спокойно. Спокойно. Да, никаких клизмов не произошло. Ровненько всё. Вы имеете в виду сейчас, в первую очередь, свою личную жизнь. Личную жизнь, работу, да. Ну, а если постараться так в общем и целом итоги года подвести, я вас попрошу три основных, три главных события уходящего года, на ваш взгляд, на взгляд Николая Пихтина, назвать сейчас. Ну, во-первых, я бы объединил два события. Это смена руководства региона, области, причём довольно такая серьёзная смена. Регионы или города всё-таки? Не, регионы. Регионы. Регионы, то есть и министерства, и так далее поменялись, руководители. И города в том числе. То есть я бы объединил это как бы. То есть приход Елены Ковалёвой, Ильи Шульгина, Игоря Владимировича избрали, команду формируют. Хотелось бы надеяться, что будут улучшения у горожан. Во всяком случае, на сегодня. Улучшения, в первую очередь, в чём? А во всём. Начиная с моей больной темы, это чистота города. Поговорим чуть позже подробнее. Это инвесторы в область, это более прозрачность бюджета, прозрачность работ каких-то, в частности, по дорогам и так далее, и так далее. Наведение, ну как прозвучала фраза, элементарного порядка. Он наведён? Нет. На сколько процентов сейчас? Ну, мне кажется, процент 3 на 5 может быть сделано. 3-5? Мне кажется, ну года 3-5 надо на то, чтобы. Главное, чтобы с пути с этого не сойти. Ясно. Выборы, в общем. Выборы состоявшиеся, да, и губернаторские, и городские выборы. Да. Новая власть, новые люди, хорошо. Ещё как событие, буквально недавнее, вот на днях прошло, это в Мурашах открыт громадный завод. Понятный. Я считаю, это довольно большое событие для области. Там и вложение, по-моему, 4,5 миллиарда рублей. И это может стать таким катализатором для инвесторов, для других инвесторов, прихода в область. Ну, я считаю, давно такого у нас не было, что такие произволсы открывались. Это, конечно, безусловно, событие. Ну, и ещё событие, это уже чисто Кирова касается, хотя нет и других городов. Это, конечно, довольно такой обширный ремонт дорог, который прошёл и в Чепельске, и в Слободском. Программа безопасной и качественной дороги впервые в этом году реализуется. Да, она вот реализуется. И единственное, что как бы у меня такое пожелание, что ли, надежда, вернее, это чтобы весной мы не разочаровались, и чтобы асфальт... А это сейчас вы к кому обращаетесь? К новым дорогам сейчас обращаетесь? К новым дорогам, да. Или к людям, которые ответственны за их содержание, ремонт и так далее? Нет, естественно, людям, которые ответственны за их содержание, за их уходом и так далее, и совести тех, кто делал эти дороги. Ну, раз уж и дороги, наверное, можно вспомнить и программу формирования комфортной городской среды, по которой десятки дворов отремонтированы. И причем надо отметить, что часть и немалая часть дворов отремонтирована с софинансированием самих жителей, что тоже очень показательный и хороший тренд такой наметился. Ну, вы как-то все больше политики, экономики коснулись, а, не знаю, в культурной сфере, в социальной сфере, как год этот оцениваетесь? Если есть соображения еще по этому поводу, почему бы не отметить, что с гражданским обществом у нас? Есть соображения, безусловно. Во-первых, мне в последнее время нравится, как у нас музей Воснецовых стал работать. Постоянно организуются какие-то новые выставки, причем так очень привлекательные. И активно все эти... Активно в соцсетях раскручивают, да, это большое дело. Здесь у нас зашел недавно, на днях буквально разговор про музей железной дороги, который у нас есть на Карла Маркса. И про Литарской перекресток. Да, который в Проческе себя не продвигает. Чего недостаточного. А следует? Нужно, на ваш взгляд? Мне кажется, безусловно. На сегодня надо информировать о себе. Я вот сам у этого паровоза был. А внутри музея как-то... Это был днем, у них там типа табличка обед, там что-то. Я так и не зашел, не побывал. Мне кажется, надо продвигать. И так же, как Воснецовский, брать пример с ним. Какие-то новые экспозиции делать. Уже с дорожником, видимо, устраивает такая ситуация. Но я летом был на вокзале, когда был пояс-музей. С удовольствием. Прошел очень здорово, очень понравилось. Вообще замечательно делает. С гражданской активностью. С гражданской активностью, я бы сказал, получили стало в этом году. Очень ровно. Ровно. Да, я... Хотя есть гражданская активность, и она в основном у нас проявляется. Вот нынче связана с ремонтом дорог, с автотранспортом. Сейчас вот разработали... Благоустройство скверов. Давайте вспомним парков. Да, это есть, это идет. Активисты у нас в этом году так ярко себя проявили. Появились новые фонды, которые зарекомендовали себя. Дорогой добра. Гранты получили хорошие. Развивается очень успешно. Это не может не радовать. Ну, при всем при этом вы, я так как-то чувствую, не считаете, что какой-то вот всплеск прям произошел, да? Нет, нет. Рост идет, но он такой вот, ну... Ну, штатный. Штатный. Да. Хотелось бы, чтобы более быстрыми темпами. Да нет, пусть вот хотя бы так. Главная тенденция, чтобы не нарушалась, и чтобы хотя бы так шло, и это будет замечательно. И через Н мы уже будем нормально все. Хорошо, вот это главное событие уходящего 2017 года по версии общественника Николая Пехтина. Давайте пару минут уделим еще рейтингу «Люди года». Это традиционный рейтинг от наших коллег газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Буквально в эти выходные вышел очередной номер «Бизнес-новостей», и там как раз-таки вот такая вкладка есть, да, рейтинг «Люди года». Она глянцевая, несколько номинаций. Главный редактор Александр Грислис недавно был у нас в студии и презентовал, собственно... Ну, тут логично все-таки, наверное, рассказать хотя бы по первым тройкам в каждой номинации. Политик года. Как вы думаете, кто? Игорь Владимирович Васильев. Я сразу скажу, говорю, что этот рейтинг... Я буквально вот перед эфиром немножко бегло посмотрел, полностью не ознакомился. Игорь Васильев на втором месте, Елена Ковалева, и на третьем месте Валерий Крепостнов. Ну, первые два ожидаемо было. Ожидаемо, да. А Валерий Васильевич, третье место? Ну, я бы его уже не в политике, а, наверное, скорее в общественнике. В общественнике? Депутат Кировской городской думы. Ну и что? Он очень много и немало общественных дел делает на благо города. Промышленник года. Вот если бы даже вы не видели этот рейтинг, кого бы вы назвали промышленником года? Ну, скорее всего, Сураев. Сураев. Но Василий Купырьянович как раз оказался на вершине этого списка. Кстати, вот это немножко, по мне досадно немножко. Почему? Потому что если вот взять сейчас, вот мы тоже перед эфиром так перемолвились, если взять сейчас рейтинг этот 10 лет назад, то про чешские тяжелиться, что они есть. Правильно. Почему? Потому что на самом деле очень много новых компаний созданы, очень успешно работающих, новые люди есть. Молодые, энергичные. Также в тройке промышленников года Константин Гозман и Сергей Монцемлидзе. Следующие номинации. Бизнесмен года. Кому бы вы отдали эту строчку? Может, Зонов. Зонов. Василий Васильевич, ключ здоровья. Он есть в этом списке. Он здесь шестой по счету, а возглавляет все-таки этот перечень Сергей Николаевич Киселев. Движение. А, движение. Движение. Да. Также в тройке Андрей Березин и Игорь Мовиков. Это гендиректор гипермаркета «Время простора» и, соответственно, компания «Система глобус». Я бываю «Время простора» на первое место. «Время простора». Да. Часто там бываете? Ну, не часто, но бываю. Просто довольно успешный проект, очень интересный, пользуются спросом большим. Ага, ага. Новая номинация у газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Лидеры «Ямалого среднего бизнеса» во главе тут с Максим Варанков, генеральный директор «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». Ну, так вот. Следующая номинация. «Строитель года». Кому бы вы отдали это звание? Ой, я построительный. Не слишком ориентирован здесь. Руководитель «Кировспецпанта» Алексей Миронов возглавил эту номинацию. «Финансист года»? Ну, с кого бы так отметили? Ну, скорее всего. Банкира какого-нибудь? Да, скорее всего, банкира какого-нибудь. Вот банкир. Трудно сказать. Банкир здесь на первом месте. Финансистом года, по версии газеты «Бизнес-новости», стал Илья Прозоров. Председатель правления АОКБ «Банковых». Кстати, очень интересно работает. Да, тоже. На втором месте тоже банкир. Константин Георгиевич Подвальный. Соответственно, полосбербанк, наше кировское отделение. И, ох ты как, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева замыкает тройку лидеров-финансистов года. Следующая номинация. Несколько странная. Почему? Потому что она себя еще не показала, не рекомендовала. Ну, позволю немножко с вами не согласиться. Она довольно заметной была личностью, работником, профессионалом в команде Елены Васильевны Ковалева. Но она профессионала. Да, да, конечно. Закон и порядок. Руководитель УФСБ России по Кировской области Мочилов Сергей возглавил. Это тоже новая номинация. Руководитель УМВД Константин Николаевич Селянин на втором месте здесь. Ну и, соответственно, также в тройке Владимир Устюжанинов. Это председатель второго арбитражного апелляционного суда. Еще одна номинация тоже новая. «Защита и право». Ян Евгеньевич Батарев тут стал первым. Это заслужено. На втором месте поздравляем нашего еще и коллегу, ведущего Айсалича Агаев, Бизнес Информ. И Марина Николаевна Копырина на третьем месте. Это, соответственно, президент Адвокатской палаты Кировской области. Общественник года. Вот сейчас вы с общественника года там зарубились немножко, да? Ну, я тоже зарубились. Ну, давайте я озвучу, кто стал общественником года. Номер один — это наш главный редактор, Светлана Ленкова. Да. На втором месте Антон Констанов. На третьем — Николай Михайлович Липатников в ЭТПП, соответственно. Владимир Швабардин, Андрей Висенко, Надежда Гурьянова. Здесь есть Валентина Иванова, Александр Галецких, Ольга Шибека, Сусанна Васильевна Никитина Иноглёд. На десятой строчке. Ну, несколько людей, которые, я знаю, очень активно работают в общественной сфере. И они почему не попали довольно... Например, кто? Может, они дальше десяти. Например, кто? Ну, Брам Виталий, например. Виталий. Курбатов Анатолий. Багир Шарифов. Багир Шарифов. Да, есть. Наши дорожники, общественники. Они именно, да, такие активные дорожники, вообще семейники, извиняюсь. Мне кажется, их надо было, должны были в десятку попасть. Да, для меня тоже, честно говоря, это немножко удивительно. Но я напомню, как этот рейтинг составляется. То есть сначала двадцатка экспертов, это политики, чиновники, бизнесмены, общественные деятельники. Они накидывают свой список, кого бы они хотели. То есть редакция к этому вообще отношений не имеет. Она не генерирует эти фамилии именно. Вот эксперты, потом идет голосование, там 180 человек, тоже рассылка, по словам Александра Гейслица, проводится. И уже эксперты присылают свой список. Ну, такой формат, по-моему, третий год идет, да? Нет, больше. Больше. Больше уже, да. И, соответственно, за кого больше голосов, самые часто упоминаемые люди, они попадают, собственно, в этот рейтинг. Так, еще номинации есть. Это здравоохранение. Кого бы вы отметили в первую очередь? Курдюмов, наверное. Дмитрий Александрович на первом месте. Семеновский. Семеновский на втором. Андрей Юниаминович Черняев, наш глава Минздрава на третьем месте. И образование. Человек образования. Я тут не знаю. Валентин Николаевич Пугач. А, Пугач, да. Ректор Вердул, поздравляем. Кстати, про них тоже можно сказать. И начали очень интересно работать. На втором месте директора библиотеки имени Герцена, Надежда Павловна Гурьянова, тоже поздравляем. И Михаил Васильевич Юсупов, глава Минобра на третьем месте. Ну, вот такой вот рейтинг. Ну, там еще есть топ-10 хозяйств Кировской области по производству молока. Это, видимо, в связи с тем, что у нас задача стоит амбициозная. С миллиардом молока. Миллион тонн молока. Вот основных молочников сюда включили. Лучше звучит. Миллиард. Да. Да. Первое место у Владимира Леонидовича Шулаева. Легендарное, собственно, предприятие хозяйства СПК «Красное знамя». Куменский район, соответственно. Вот такой вот рейтинг года от газеты «Бизнес новости» в Кирове. Всех поздравляем. Всех поздравляем. Советуем ознакомиться. Очень приятно смотреться, держать в руках. Николай Пихтин. Это его особое мнение. Вернемся к нашему обсуждению через полминуты. Особое мнение на 101FM. Николай Анатольевич, оцените новшество от городской администрации. Касается это уборки города. Глава администрации Илья Шульгин обязал коммунальщиков круглосуточно отправлять через Вайбер, один из популярных мессенджеров, фотографии того, как прибирается город. То есть, видимо, идет техника, нужно сфотографировать. Это все проверяется чиновниками в городской администрации. Ну, понятно, что сети-менеджер наш очень недоволен тем, как подрядчики работают. Я думаю, наверное, в городе ни одного человека не найти, который сейчас абсолютно удовлетворен. Вот такое начинание. Ой, ну, честно говоря... Фотографируйте, отправляйте. Ну, может быть, как говорят на безрыбье и рак рыба, но дело в том, что фотографии будут присылать, да, но у нас же в городской администрации есть служба, которая обязана контролировать. А чиновники, видимо, будут ответные фотографии высылать, там, кулак какой-то сфотографируем. Мы вам грозим. Ну, пусть попробуют, но, мне кажется, все же здесь надо более системно подходить. И вот эта служба, которая обязана контролировать, она есть в каждом районном управлении. Они должны заниматься своим делом. Хотя как-то прозвучала цифра, что там их очень мало, всего 34 человека. Это где? В городе, ну, которые обязаны, штатных единиц, которые обязаны контролировать, вот как убираются в улице, там, и так далее. О, это отдел благоустройства и транспорта, вы имеете в виду? Да, да, да. Мне кажется, даже если 34 человека будут работать активно, то они очень много сделают. Ну, хоть что-то. Ну, хоть что-то, да. Вот давайте попробуем, как они там будут обмениваться этими фотографиями и как это отразится. Вот ваша оценка работы коммунальщиков, вот снежная буря у нас была недавно совсем. Ну, я сейчас прошел, у меня полные ботинки снега, вот вся оценка. Этого быть не должно? Конечно. Не должно быть, Николай Апистина, в ботинках снега. Ну, я подчеркиваю, что тротуары должны чиститься до асфальта зимой. Да, это прописано. Это прописано, да. Прописано в документах нормативных, соответственно. Подрядчики, как обычно, заявили о том, что у них техника вышла из строя. Ну, это классика. Классика, мы каждый год, по-моему, слышим. Сначала мы слышим отчет подрядных организаций о том, что мы полностью готовы к зиме. Все в порядке, все будет работать. И то, бац, что-то вышло из строя сразу. В нужный момент они докладывают, да, что все готово, а потом начинают все это выходить. Ну, это какое-то лукавство. Вот опять же, это контроль. Нет контроля должного. Тут общественники пожаловались на то, что GPS-навигация, невозможно отследить эти машины. Они на скольких-то незначительных... На незначительном числе этих единиц. А вот вам лично интересно было бы следить? Где снегоуборочная машина? Я даже не помню, где сейчас эта сеть находится, где посмотреть. Нет, вы знаете, мне важен результат, честно говоря. Не мое это дело следить за вами. Да, конечно, это здесь уже специалисты пусть отслеживают. Это уже контролирующие люди. Это их забота. Мне важен результат, чтобы я вышел, чтобы было устроено нормально, чисто. Но так все-таки, по вашему мнению, новый руководитель администрации города Илья Вячеславович Шульгин сможет навести? Ну, не то, чтобы навести порядок, но как-то улучшить качественно эту сферу уборки. Судя по тому, как он выступает, что говорит и Ковалева, то тренд намечается, что за это дело возьмутся очень серьезно. Естественно, не надо здесь представлять, что буквально сегодня они сказали, а завтра все исправилось. На это, естественно, нужно время. Но главное, чтобы у них было желание, как называется, что называется, политическая воля. И тогда, я думаю, что все потихонечку, все исправится. Порадовало ли вас заявление, вернее, обещание Шульгина о том, что следующей зимой мы уже песком не будем посыпать, а будем, видимо, какие-то современные противогололедные? Нет, вы знаете... Верите в это? Нет, это я уже не первый раз слышу. Вериться с трудом. Но дело в том, что посыпание песком, я что для себя отметил, с ней выпало еще буквально там три снежинки, а уже дороги были посыпаны песком. То есть надо разумно как-то посыпать. Действительно, гололед, вот как сейчас, например, гололед. А тогда зачем сыпали, непонятно, это грязь в городе. Ну так сможем... Вы верите в то, что мы сможем отказаться от этой смеси песка и соли? Пока нет. Пока туманно. Пока призракно. Хорошо. Хотелось бы еще... И по этому песку я немножко оговорюсь. Когда был разговор про грязь в городе, это вот моя больная тема, то, по-моему, чиновники не совсем понимают источники грязи и как с ней бороться. Потому что начали говорить про этот песок, который зимой сыплен. Но это толика всего лишь, это небольшая часть от грязи, которая у нас в Кирове образуется. И дальше вот, если взять банальный простой пример, вот у вас дома, например, вы идете, и у вас вдруг зацепили цветок, он упал, земля просыпалась. Вы что делаете? Вы убираете. Ну, конечно же, забудешь на время об основных делах. Вы убираете. Город надо убирать. Даже сыплют песок, он нужен. Или противогололедное что-то, чтобы люди не скользили, машины не скользили. Ну, надо убирать по весне. Снег начинает сходить, все. Масса машин должна выходить и все чистить. Генеральную уборку сразу же. Конечно. И причем регулярно ее делают. У нас основные источники грязи на дорогах — это автомобили, которые вывозят это, да, в том числе паркуясь во дворах, где попало и так далее. Плюс у нас, когда слякоть, это все стекает на дороге. Газоны. Газоны. Плюс технология, вот об этом уже говорили, вот если приглядеться, то происходит, что дворник, тротуар убирает, все это сваливает на газон. С улицы убирают, сваливают на газон. Дождик прошел, все это с газона смылось обратно. И вот такой круговорот грязи, вот он идет постоянно. То есть нужно технологии еще менять. Еще хочется узнать ваше мнение по другим заявлениям главы администрации Кировской. Сказал Илья Вячеславович о том, что нет, территорию бывшего Куату нельзя отдавать, кроме как под строительство жилья, детских садов, других объектов социальной инфраструктуры, парка. Парка и медицинского какого-то учреждения там быть не может, по его мнению. Нет, немножко я... Согласны с этим? Что, с жильем давайте застроим там? Нет. И детский садик еще, и школу. Нет, я, насколько понял его, а я лично слышал, как он об этом говорил, они хотят сделать там комплексную застройку. То есть будет немножко жилья включать. То есть такой полноценный какой-то микрорайон, да? Да, 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 да. Где будут садики, школы, магазины и так далее, и так далее. То есть такой, ну, город в городе, что ли. Вот что такое. То есть они отказались, не принимают, вернее, предложение устроить там досуговое что-то. Парк, там центр досуговый и так далее. Хотя я понял так, что не исключаю, что может быть досуговое какое-то учреждение там появится. Такое серьезное, большое. Вам не странно, все-таки земля-то это областная, она в областной, собственно, находится, а сети-менеджер делает вот такие заявления. А область сейчас скажет, что вместе все-таки решают. И еще Шульгин сказал о том, что нам крайне важно не допустить мусорного коллапса. По словам сети-менеджера, для начала нужно в нашем городе строить новый полигон, затем покупать оборудование для сортировки мусора, затем начать уже его перерабатывать несколько лет на это. Уйдет. Ну, там немножко строить полигон, да, и, скорее всего, вот в Осенцах, скорее всего, полигон будут строить. И они, я так понял, что где-то года через два, через три будут закладывать еще один полигон, чтобы через М не получилось так, что опять некуда. Ну, как известно, у нас свалка в Костино, у нас сроки эксплуатации истекли, были продлены, и это скоро все заканчивается. Да, я ему задавал вопрос по раздельной переработке мусора. То есть нас жители уговаривают раздельно собирать, а потом на свалках, значит, это все в кучу сваливается. Но он объяснил, что там есть серьезные проблемы, в частности, со стоимостью переработки этой. Но какие-то механизмы или какой-то завод по то ли уплотнению там мусора, то ли это брикетирование, то ли еще что-то, это вроде как у них в планах есть. Так, уплотнение, пресс, и куда это потом все? Брикетирование. Ну, это так же. Увозить в землю. А, в землю тоже? Да. Может быть, найдется какое-то применение. Потому что вот недавно картиночка прошла где-то то ли в Финляндии, то ли в Швеции, там из этих брикетов стали что-то вокруг дорог делать, там и так далее. То есть использовать это все в благоустройстве? Где-то, да. А, кстати, как личное впечатление на вас, Шульгин, какое произвел? Неплохое. Я слышал от многих уже людей о том, что он действительно... Неплохое. Такое впечатление очень вдумчивого, четкого такого, структурированного человека вызывает. Вы знаете, не отнекивается. То есть если ему задаешь вопрос, он отвечает на то довольно подробно, и видно, что он уже во многие темы в лес вошел, как он называется. Как-то одна из его фраз, нужно задумываться не над тем, то есть искать ответ на вопрос не почему, а как. Да. То есть в суть заглядывать непосредственно уже. Ну, я говорю, надежды есть какие-то, сейчас появились. Сколько времени лично для вас должно пройти, когда вы уже сможете так определиться, так хорошо работает сети-менеджер? Три-пять лет. Три-пять лет? Да. Он будет занимать, на ваш взгляд, этот пост в течение такого времени? Ну, от него зависит. От него будет результат, будет занимать. Хорошо. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Я напомню, что это особое мнение Николая Пехтина, общественника. Мы продолжим через полторы минуты. Особое мнение на 101FM Общаемся мы, напомню, с Николаем Пехтиным, общественником. Николай Анатольевич, оцените еще вот эту тему. Послезавтра будет очередное пленарное заседание Кировской гордумы. Это завершающее заседание. И там ожидается, что будет все-таки рассмотрен вопрос о приватизации муниципальных предприятий. Это центральный рынок, как известно, Куприт, гостиница Губернская и Детский мир. Рассмотрение этого вопроса должно было состояться на предыдущем, ноябрьском заседании. Вы помните, что Илья Вячеславович сказал о том, что давайте подумаем. Я не согласен, в частности, с тем, что Куприт нужно приватизировать. 64 с лишним процентом акций муниципалитету принадлежит. Что делать с этими предприятиями? Насколько я знаю, что они все же настроены приватизировать все это. По Куприту действительно непростой вопрос, потому что это довольно интересное такое сложное предприятие. И оно для города большое значение имеет. И, насколько я знаю, оно и доход приносит городскую. Да, приносит. По сравнению с другими, там, несравнимо. Поэтому, мне кажется, скорее всего, Шульгин, он только что пришел. У него иммунное время для того, чтобы поплотнее разобраться, посмотреть результаты и так далее. Но, мне кажется, все равно приватизировать будут. Все. Я говорю, по Куприту вопрос. По Куприту вопрос. А остальное, скорее всего, да. А рынок? Потому что рынок, ну, на сегодня, там, не такие большие доходы. Плюс у него на сегодня состояние ужасное, если там прийти туда. Да сколько лет оно уже неприглядное. Да, неприглядное, но это мягко сказано. Гостиница Губернская, она, ну, работает. Она, я, наверное, года три назад там был. Ну, обычная гостиница, ничего. И зачем ее городу держать, обременять себя? Я не понимаю, та же, как и детский мир. Ну, это непрофильное предприятие. Они для города большой роли не играют. Ну, по центральному рынку еще хотелось бы остановиться поподробнее. Там, я думаю, что небезосновательное опасение этих многих специалистов о том, что, а что с людьми-то будет? Ну, продадут, и придет новый собственник. Он же вправе их выкинуть. Не, ну, во-первых, мы не знаем пока, что там будет. Там может появиться новый. Если новый придет, то он вряд ли будет выкидывать их. А, во-вторых, у нас сейчас... Откуда такая уверенность? Ведь он собственник. Все, он купил, он может делать все, что... Ну, чтобы убрать, в какой цели он придет. И туда от города зависит. И у нас же есть ярмака сейчас, где вот есть площади торговые, пожалуйста. В принципе, мне кажется, такая подспудная у них мысль есть, чтобы люди переходили, торгующие с центрального рынка, туда. Неудобно, скажут они. Неудобно, далековато, да. На отшибе. Но в таком состоянии центральный рынок держать, ну, это уже безобразие. Ну, и все-таки... Стыдно просто. Ваше видение. Все-таки оставлять там торговлю в каком-то формате? Или желая застройка, не знаю, стадион построить? Нет, нет. Мне кажется, на концертный зал, например. И концертный зал можно было бы... Почему нет? Потому что городу нужен хороший концертный зал. Современный. Губернатор Василий вчера... Не только концертный, а концертно-выставочный. Губернатор Василий вчера у нас был героем программы «Открывашка», как известно. Он сказал о том, что намерения серьезные строить этот концертный зал. И, по его словам, до 2024 года, до юбилея 650-летия нашего города, в общем, вопрос будет решен вроде как. Ну, хотелось бы. Ну, назрело уже. То есть у нас хорошего выставочного зала нет, где презентации хорошие провести. Тоже проблемно. Ну, что, на месте центрального рынка? Определяемся. Пусть там будет. Ну, не мы с вами определяемся. Нет, ну, мы фантазируем, конечно. Да там хватит. Его же надо купить сначала. Там хватит для всего. Там площадь приличная. Оценник центрального рынка в 500 миллионов рублей озвученный. Ну, это... Поторгуются. Поторгуются, если найдут желающего приобрести. Да. Хорошо, давайте про транспорт еще поговорим, про его работу. Как-то вот об этом можно бесконечно разговаривать, да, и высказывать свое недовольство. Это, в том числе, как известно, переводчики попросили снова поднять стоимость проезда до 32 рублей. Но вот была уже комиссия выроста, и вроде как в 2018 году повышения не ожидается. Это не факт, во-первых. А во-вторых, там проблема, по мне, кроется в том, что... Я это помню, вот, честно слово, это с советских времен еще, что пытались и депутаты, и общественники, какие-то там даже контролирующие органы, получить полный расклад работы автораспортных хозяйств не могут получить. Почему? Ну, до сих пор. Ну, не дают. А кто не дает? Ну, не знаю, кто не дает. Это же муниципальное предприятие. Ну, тем не менее. То есть полного расклада, администрация скомандовала все. То есть полного расклада до сих пор нет. Ну, так что, поднимать, не поднимать? Как оцениваете вы эти хотелки транспортников? Я боюсь, что то, что они хотят, очень много, ну, это не выход, абсолютно. Нельзя поднимать? Ну, может быть, там, на 3 на 5 рублей, может быть, но не больше. Ага. Потянем? Да мы потянем. Такую стоимость, на 3 на 5 рублей, это что получается? Ой, мы не такой кинули. 25-27 получается? Ну, 27, да, 25. 27-25. Ну, вот то, что они просят ежегодно поднять, потому что дорожает топливо, запчасти и так далее, и тому подобное, не устали еще от этих комментариев? Я говорю на расклад. Нужен расклад полный. Это все пока, ну, слова. То есть вот было бы очень хорошо. Я, например, сегодня проехал на автобусе, да, заплатил 22 рубля. Вот покажите мне, какая часть от этих 22 рублей пошла вот. На это, на приобретение горючего. Все правильно. На приобретение запчастей, на зарплату водителя, кондуктора. Все верно. Все верно. И если подумать, вот последнее повышение, вот 22 рубля было, по-моему, 3 года назад. 1 февраля этого года. С 1 февраля 2017 года у нас 22 рубля. А разве? С 17-го года. Я пользуюсь общественным транспортом, я вижу эти объявления. Я тоже пользуюсь, я просто забыл, когда уже. Там в каждом висит, уважаемые пассажиры с 1 февраля 2017 года. И за этот год цены поднялись на все. Ну, они же выживают, они же работают. Ну, убыток, они не могут. Ну, да, некоторые специалисты об этом и говорят, что и при этой стоимости проезда в 22 рубля, в общем-то, у них получается зарабатывать. Конечно, я о чем и говорю. То есть не с разбитым вроде как корытом-то, хотя мы, конечно, тоже не знаем всю эту сферу, хотелось бы очень, да, чтобы она была прозрачной. Нет, еще понятно, все дорожает, все вроде как надо, но покажите, докажите. А этого пока нет. Уход руководителя дирекции дорожного хозяйства. Андрея Менькина. Вот человек сидел в нашей студии и говорил о том, что я буду продолжать работать. Есть у меня желание, все будет страшно. Заявить, что он уходит до поры до времени. Во-вторых, по мне так это, ну, ушел он, ушел, придет другой, нормальная такая движуха, нормальная ротация. Я знаю, что сейчас общественники, они как-то вот возбудились по этому поводу. Они сейчас прямо ищут человека, которого могли бы туда, может, сосватать даже в дирекцию дорожного хозяйства. Ну, я имею в виду Виталия Бравлова, Геннадий Шарифов. Если найдут кого-то, предложат, и эту кандидатуру поддержат, то ради бога, почему бы нет. Я здесь никакой трагедии не вижу, я вообще проблемой не вижу. В общем, вы трагедии не видите в этом. А видели, по-моему, где-то размещен опрос на каком-то портале, сейчас не вспомнил, что вы считаете причиной ухода Менькина, там, освоил миллиард и свалил. А, это я видел, это домыслы, все это. Домыслы? Ну, мне так кажется, конечно. То есть причины вполне, возможно, какие-то вполне обычные, банальные. Может быть, не сошелся с этим. Ну, мы ж не знаем. Не надо трагедии из этого делать. Ну, там ведь интересно, если по заголовкам новостей посмотреть, вот там появились слухи, да? Алексей Кузьмин, экс-депутат Городумы, об этом сообщил, о том, что Менькин уходит. Потом следующая новость. Менькин опровергает, что он остается работать. И потом новость. С 25 декабря, все, извините, я ухожу. Ну, это классик. По собственному желанию. Ладно, будем ждать, кто, собственно, у нас следующим будет руководителем. Главным за дороги в нашем городе. Все-таки в следующем году еще более масштабный ремонт планируется. Да. Слушайте, может, назначенец какой-то опять? Я не исключаю. Издали издалека? Не исключаю. Не, ну, нам же с вами результат нужен. Вот, назначенец, еще кто-то, ну, какая разница. Хорошо, следующая тема. Я вчера подписался на новости губернатора ВКонтакте. Сделали уже? Ясно. Тоже подписались? Я в Фейсбуке. В Фейсбуке. Я в Фейсбуке. Так, или ВКонтакте. Ладно, неважно. Вот, свершилось. Игорь Владимирович пошел в интернет. Ну, там не о полноценной страничке все-таки речь идет, а отправлялка, мессенджер. То есть будешь в ленте потом новостей. А, нет, вопросы можно там тоже задавать? Можно вопросы задавать, но когда вот такие чиновники выходят на интернет пространство, это очень хорошо. Но вопрос в том... Помните, как он, ну, не то что категорично, но он как-то жестко как-то там говорил, что я против вообще туда идти. Вопрос в том, он сам лично там или нет? А, либо какой-то специально обычный специалист занимается, ведет эти мессенджеры главы региона. Если это какой-то специалист, то есть большие опасения о том, что какие-то материалы могут до губернатора-то и не доходить. То есть они где-то будут отсеиваться. То есть написал вопрос человек там на злобу дня, а это все не поступило, он говорил. Может быть, вполне, да. Команда отфильтровала. И дальше вот чисто с моральной точки зрения, например, условно говоря, там у него день рождения, я его поздравляю с днем рождения, оказывается, что я не его поздравляю, а у кого-то. Ну, как-то не совсем правильно это. Так, поясню, если кто-то не понял, глава Кировской области, заходите на сайт igor-vasilev.ru или .r, да, вот там информация, собственно, о деятельности главы нашей области и ссылочки на то, чтобы подписаться на эти сообщения в социальных сетях. Хорошо, следуем далее. Про Победилова мне хочется вас спросить. Вот прям момент истины какой-то настал, да? Годы борьбы многих депутатов за то, чтобы деньги не пускались бюджетные в Победилово, и что нужно, собственно, приходить к тому, чтобы полностью сам себя обеспечивал аэропорт, зарабатывал. Вот министр транспорта Кировской области Михаил Поршнин заявил о том, что безубыточная работа аэропорта Победилово невозможна. Все, занавес. Ой, сложная тема. И при всем при этом, по словам министра, в следующем году не планируется ничего выделять из бюджета Победилова. Скорее всего, что они будут выделены. Дело в том, что вот когда была встреча с губератором, мне так давно я присутствовал, он немножко пояснил по этому аэропорту. Во-первых, говорит, непонятно, почему было где-то 5-6 лет назад сделано, разделено, ремонт самолетов и так далее. Там отдельная фирма, а сам аэропорт это отдельно, а другая фирма непонятная. Ну, давай, Юра Александровна. Во-вторых, из его уст прозвучало, я считаю, вполне справедливо, что здание аэропорта представляет из себя сарай. Это он прямо прямым текстом сказал. Это поршни? Почему? Губернатор. А, губернатор. Да. Ну, это действительно здание устаревшее уже. Я был там ровно год назад. Мне не резануло, так скажем, особо-то уже. Ну, я тоже год назад был, да, летал. Из Казани прилетели. Ну, да, аэропортик, да, провинциального города. Ну, могут со мной, конечно, поспорить, но провинциального, в смысле, в плане полетов. В плане полетов, да. В плане авиасообщения. Да, да, да. А так, нет, серьезный город, серьезные люди порой прилетают. И такой вид, ну, очень. Я просто помню, вот год назад как раз примерно из Казани прилетели, еще дождик был, вышли, лужи, грязь, какая-то неухоженность. Очень неприятные ощущения. Можешь продать его тоже? Ой, вряд ли. В частные руки? Вряд ли получится продать. Есть ведь такие мысли, есть такие предложения? Ну, вопрос, я сомневаюсь, что тут купят. Вопрос в перевозках, а перевозка это деньги. То есть, какая будет стоимость билета? Вот сегодня прошла информация, в Ульяновский билет на победе 950 рублей. Я читал тоже. Ну, там народ... В Москву имеем в виду? А? Из Москвы в Ульяновск? Да, я думаю, что народ там, наверное, ломанется за 950 рублей. Ну, как цена, но несоразмерная, ненормальная по мне. Все же адекватная. Ну, недавно на встрече с журналистами, и вы там тоже были, Игорь Васильев сказал, ну, или как он там намекнул, как правильно сформулировали, что победа к нам не вернется. Не прямо прозвучало. Не будет все-таки никаких движений в этом направлении? Не будет переговоров? Ну, там непонятно, как прозвучало это, не очень убедительно. Но дело в том, что если будут низкие цены, то соответствующий сервис будет. А люди у нас хотят сервис-то как в хорошем классе, а получат. Поэтому опять проблемы начнутся, опять недовольство будет. Я, честно говоря, по мне, так я считаю, что пассажиропоток в аэропорту большой, ну, вряд ли будет привлекательный. Даже если дешевые, более дешевые билеты будут? Конечно, ну, они были дешевые. Ну, говорили, что там полный самолет, но самолетик-то, извините меня, там 30 мест, что бы ему полный не было. Ну, я летал победой, я видел полную загрузку борта. А сколько там пассажиров на борту? На борту больше сотни. Это Boeing 737. А, ну, когда Boeing летали, они недолго летали. Ну, вот победа это была, победа была. Ну, что, нам пора завершать. Хотя очень вот меня тянет спросить вас про президентские выборы. Давайте коротко выскажитесь. Я случайно зашел на страницу в Википедии и увидел, сколько там уже человек уже высказались о том, что будут пытаться регистрироваться. Там порядка 20 фамилий. Цирк какой-то в этом предвыборной кампании, что люди имеют право, согласно Конституции, у нас выдвинуть себя. Ради бога, пусть выдвигают. Кстати, завтра у нас, по-моему, 18-го числа стартует уже предвыбором. Просто здесь не... Сегодня 18-е. Завтра 19-е. А, значит, сегодня. Здесь просто... Совет Федерации накануне, да. Те, которые говорили, что они кандидаты, они еще кандидатами не являлись. Вот сегодня они должны подать заявки еще и посмотрим, кто отсеется, кто пройдет, кто не пройдет там и так далее. Но похоже, что очень много будет кандидатов. Пиар? И пиар, конечно. Многие преследуют собственный пиар цели на этой теме. Конечно. Конечно. Кто-то не без этого. У коммунистов намечается какое-то такое движение. Заварушка. Заварушка, да. Вроде Зюганов как и сам не пойдет. Может быть, кто-то у них будет такое объединенное у них. От нескольких. Единый кандидат какой-то. Хорошо, ну так или иначе, выборы скоро, но еще раньше к нам придет Новый год с наступающим. Ну, да, поздравим всем. И вас, и друг друга, и наших слушателей. Спасибо, Николай Пихтин, общественник. Особое мнение завершается. Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok